Здравствуйте, друзья! На ваших экранах свежий выпуск 3D News Daily с подборкой интересных новостей из мира высоких технологий. OnePlus 5 еще за сутки до официальной презентации начал мелькать по всему миру, поэтому торжественный момент несколько смазался. Впрочем, сам аппарат от этого хуже не стал. С пятеркой дочерняя компания BBK Electronics намеревается составить конкуренцию флагманам Samsung и Apple, так что и цена соответствующая. Готовьтесь отдать за новинку порядка пяти сотен долларов, если точнее 479 долларов в США и 499 евро в Европе. Сдвоенная камера на задней панели, самое очевидное и одновременно самое главное новшество OnePlus 5. Разрешение модулей составляет 16 и 20 мегапикселей, диафрагма 1,7 и 2,6 соответственно. Обещают ускоренную фотофокусировку, расширенный динамический диапазон, хорошие кадры при контровом освещении и, конечно, красивые бокешечки. Все это дополнится софтом, позволяющим регулировать различные параметры вроде выдержки и чувствительности. Внешних сходств с iPhone 7 немало, но есть и одно важное отличие — аудиоджек по-прежнему на месте. Да и о бездумном копировании говорить не приходится. По словам разработчиков, смартфон прошел через сотню итераций, прежде чем приобрел финальную форму. Предыдущие аппараты пинали за отсутствие быстрой зарядки, так что в OnePlus 5 этот недостаток наконец-то устранили. За что вы не раз поблагодарите разработчиков, потому что батареей емкостью 3300 мАч предстоит питать чип Snapdragon 835, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти в зависимости от версии и AMOLED-экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD. Предзаказ уже открыт, а глобальные продажи OnePlus 5 начнутся 27 июня. А эта новость адресована детям, мечтающим о новой консоли Nintendo. Скоро вы сможете говорить родителям, что на ней можно не только играть, но и учиться программированию. Следующим летом на Switch появится Fuse Basic — модернизированная и осовремененная адаптация старого доброго языка программирования. В комплекте поставляется библиотека графических и звуковых ресурсов, чтобы можно было сразу же приступить к созданию своих первых игр. Писать код на джойконах — то еще извращение, поэтому Fuse Basic для Switch получит поддержку USB-клавиатур. Жаль, что релизы ждать еще целый год, за это время даже далекие от темы родители, могут выяснить, что Fuse Basic уже сейчас можно запустить на Windows или того хуже Raspberry Pi. Но на малинке, как вы понимаете, в новую Зельду не поиграть. Подписочная модель давно стала нормой в среде цифровых сервисов, а вот для настольных игр она пока еще в диковинку. Американский гигант Hasbro решил ворваться в набирающий популярность формат и анонсировал Gaming Crate — три настолки за 50 долларов раз в три месяца. На выбор два варианта — для всей семьи или взрослой компании. Акцент делается на новых играх, в том числе эксклюзивных для этой модели. Впоследствии они могут появиться в продаже, наверное, после того, как бета-версию обкатают на подписчиках. В первой семейной подборке таким эксклюзивом окажется маска Фараона, в Японии известная под названием маска Анубиса. В этой настолке игроки исследуют египетскую пирамиду с помощью комплектных VR-гарнитур. Пока что сервис доступен только жителям Соединенных Штатов, но идея в любом случае любопытная. Играем в монополию и ждем, пока ее подхватят на нашей стороне океана. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья!